Адаптировать к жизни детей с тяжелыми заболеваниями – задача проекта «Я все смогу сам» общественной организации «Солнечный круг». С начала года три педагога, логопед, психолог и арт-терапевт работали с малышами, чтобы научить их элементарным навыкам и добиться положительной динамики. Проект был профинансирован при поддержке фонда президентских грантов. Участвовали 43 ребенка. Средства, как и грант, закончились, а проблемы у детей остались. За год даже при интенсивной терапии ребят не восстановить. Сейчас в проекте «Интенсив», продолжающем прежнюю программу, участвуют 8 детей. Проект «Я все смогу сам» осуществляется в партнерстве с МКУ Молодежный центр города Иваново. Начали мы работу по этому проекту в январе 2018 года. И в ноябре 2018 года, совсем недавно, мы успешно прошли отчетность по президентскому гранту. И сейчас мы продолжаем работу по этому проекту уже при поддержке гранта губернатора Ивановской области. Аврааму 4 года. У него тяжелая форма ДЦП. Мальчик не говорит, но все прекрасно понимает и на речь реагирует. На занятия мама водит его трижды в неделю. И прогресс налицо. Он стал более собранный, сконцентрированный. Он концентрирует внимание. Он точно знает, что он хочет. Его невозможно переломить. Либо это да, либо это нет. И пошли звуковые позывы. То есть, он под негодничку, к маленечку начинает появляться в речи. Ну, я прекрасно понимаю то, что я не найду еще занятия. Я не найду деньги на частный центр по 800 рублей. За час это вообще нереально. Но потеряем то, что мы наработали, все результаты. Развития, в принципе, не будет. Комплексный подход в проекте очень важен. Педагоги работают в связке. Вместе определяют направление развития каждого ребенка. Стараются добиться от него результата. С детьми мы учимся делать мазки, штрихи, распространять сюжетную композицию на леске бумаги, устанавливать контакт, взаимодействие с педагогом, а также распространять сюжетную композицию на леске. С детьми уже школьного возраста мы тоже занимаемся развитием творческих способностей. Учим контактировать, сотрудничать. Для того, чтобы проект продолжался, необходимо средства на оплату работы педагогов. В месяц примерно 150 тысяч рублей. На эти средства можно будет помочь 20 детям. И благодаря совместной стимуляции развития всех сторон психики, речи и моторики, мы можем наблюдать положительную динамику в развитии наших деток и компенсации выявленных нарушений. Для обывателя, возможно, эти успехи покажутся незначительными, пустяковыми. Но, поверьте, за всем этим стоит колоссальная работа вот таких вот маленьких ребят, колоссальная работа на самим собой и победа. Да, Рамчик? И мы не вправе сейчас останавливаться, мы не вправе прекращать эти занятия. Мы должны двигаться вместе маленькими-маленькими шажками в Рамчик к одной большой цели. Организаторы благотворительной организации ищут возможности найти средства на финансирование проекта, который так важен маленьким инвалидам и их родителям. Они даже боятся представить последствия от того, что деньги не поступят и адаптацию придется прервать. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.